КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТОМ КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТОМ КОСМИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ В ПОИСКАХ ПЛАНЕТ ЗЕМНОГО ТИПА ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ЛЕТ НАЗАД ЧЕЛОВЕК НАЧАЛ РАССЕЛЯТСЯ ПО ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ СЛЕДУЯ НЕВЕДОМЫМИ ТРОПАМИ ПРЕОДОЛЕВАЯ НЕИЗМЕРИМЫЕ РАССТОЯНИЯ Мы наносили на карты берега и плавали по незнакомым морям Мы пересекали океанские проливы, осушенные ледниковым периодом Мы смело проникали в каждый уголок Земли в поисках мест, чтобы пустить корни чтобы вырастить свои семьи или просто для того, чтобы увидеть, что там есть Сегодня это последний рубеж, который будоражит наше воображение При таком множестве звезд в нашей галактике мы делаем простую экстраполяцию что космос должен быть полон миров, похожих на наш с жизнью, даже разумной жизнью Эта идея о так называемой множественности миров берет начало в древних временах Китае, Индии, Греции и Египте Коран, Талмуд и многие индуистские тексты все они представляли Вселенную, полную живых существ До 16 века идея не была основана на конкретных понятиях в физической Вселенной Астроном и математик Николай Копердник объявил о том, что Земля вращается вокруг Солнца Это открыло дорогу итальянскому монаху Джордану Бруно натурфилософу, который верил, что Вселенная вечно и бесконечно Он считал, что существует множество миров с разнообразными формами жизни, включая разумных существ Откровенный вызов Бруно церковной доктрине привел к тому, что в 1600 году его казнили Его идеи получили поддержку, когда Галилео Галилей применил свой телескоп чтобы показать, что наше Солнце всего лишь одна из бесчетного множества других звезд В современную эпоху идея множественности миров господствует в научных кругах Новые технологии телескопов явили нам огромные звездные поселения в нашей Галактике Как заметил астроном и писатель Карл Саган С таким количеством и разнообразием звезд в нашей Галактике гораздо вероятнее, что Вселенная переполнена жизнью В 1961 году астроном Франк Дрейк попытался определить шансы найти развитую и чужую цивилизацию Уравнение Дрейка учитывало скорость звездообразования в нашей Галактике Долю звезд с планетами Планет, пригодных для жизни На которых могла бы развиваться разумная жизнь Или радиосвязь, которую мы, вероятно, смогли бы обнаружить Даже когда астрономы начали прочёсывать небеса в поисках чужих сигналов Получил импульс и другой взгляд на Галактику Он начался с греческих философов Аристотеля и Птолемея Они считали, что человечество и Земля являются уникальными С распространением христианства эта Птолемеева система воплотилась в гипотезе исключительности Земли В религиозной доктрине было принято считать, что человечество и Земля были специально созданы Богом по его образу и подобию В науке она предполагала, что условия, позволившие развиваться жизни на Земле настолько особенные и удачные, что шансы найти другое такое место невелики К чему же сейчас пришли дискуссии с учётом данных о Земле и космосе потоком, льющихся благодаря передовым технологиям? Со стороны идеи множественности миров, современные теории предполагают, что образование планет — это обычный побочный продукт образования звёзд И как мы увидели на этой планете, жизнь упорна, неотступна и способна к адаптации Миллионы видов украшают собой пейзажи и океаны нашей планеты От одноклеточных растений до сложных мегафаун С точки зрения массы и абсолютного числа, никто не сравнится с простой, устойчивой формой Бактерии, найденные в ископаемых, датируются примерно 3,5 миллиардами лет Бактерии находят в таких зонах обитания, как горячие источники и вулканы Пищеварительные системы животных Почва Или серная среда глубоководных гидротермальных выходов Они — часть гораздо большей глобальной экосистемы, которая пронизывает земную кору До глубин, где тепло и химические элементы из недр Земли питают их рост Даже самые худшие климатические бедствия прошлого не смогли разрушить эту биологическую сокровищницу От обширных извержений вулканов До периодов глобального оледенения Легко вообразить жизнь, которая добивается точки опоры в широком разнообразии миров Так оказалось, например, кометы и астероиды доставляли на Землю постоянный дождь межпланетной пыли Включая органические составляющие и воду Которые могли послужить строительным материалом для жизни Анализируя вид богатых углеродом метеоритов, исследователи нашли аминокислоты Молекулы, из которых строятся белки Они также нашли компоненты, из которых строится ДНК Наряду с органическими составляющими сахаридами, являющимися основной частью живых клеток Но примитивные формы жизни не обязательно развиваются до более совершенных Гипотеза исключительной Земли указывает на сложную и удачную цепь условий на этой планете Она началась, когда простые бактерии породили одноклеточные организмы, эукариоты У них возникли специальные внутренние органы для регуляции процессов, таких как фотосинтез Эти организмы начали управлять температурой поверхности, поглощая двуокись углерода и выделяя кислород Вулканизм и другие геологические процессы выпускали в воздух больше СО2 Океанские и наземные растения, наряду с химическими реакциями в скалах, эрозией, поглощали СО2 из воздуха Глобальный углеродный цикл привел к тому, что температура поверхности сохранялась в пределах относительно узкого диапазона Устойчивый климат позволил планете удерживать свои запасы воды Вода, в свою очередь, способствовала движению плит земной коры Процессу, который и высвобождает СО2 Были и другие факторы Почти круглая орбита помогала сдерживать сезонные крайности Луна стабилизировала цикл смены дня и ночи А расстояние от Земли до Солнца позволяет температурам на поверхности держаться между точкой замерзания и точкой кипения В так называемой зоне обитаемости Некоторые ученые также считают, что мы живем в галактической зоне обитаемости Мы достаточно близки к центру галактики, чтобы получать тяжелые элементы, порожденные бесчетными взрывами звезд в течение эр Но достаточно далеки от смертоносного гамма-излучения, которое может вырываться из центра В то же время, Земля смогла пережить серию других природных угроз Ряд исследователей, например, связал массовое вымирание в прошлом с прохождением Солнца через один из спиральных рукавов, где поджидали источники гамма-излучения Также мы пережили удары астероидов Смены климата И солнечные вспышки И теперь нам интересно, существуют ли где-нибудь там родственные души С которыми мы могли бы поделиться своими рассказами о выживании Или наша Земля одинока посреди пустошей бесплодной галактики Этот снимок показывает в ярком контрасте Самое серьезное препятствие, с которым сталкиваются охотники за планетами Мы видим Землю такой, какой ее сфотографировал космический аппарат Voyager С расстояния 3,7 миллиарда миль Наш громадный мир занимает только одну десятую долю одного пикселя Попробуйте увидеть что-то настолько мелкое с расстояния больше этого в сотни тысяч раз И попробуйте это разглядеть сквозь яркое сияние звезды Однако астрономы достигли выдающегося прогресса В 1995 году швейцарские астрономы объявили об открытии планеты на орбите у другой звезды 51 Пегаса Они нашли ее, тщательно анализируя данные о колебании звезды Вызванном гравитационным притяжением планеты на орбите То, что они нашли, не Земля Ее масса — половина массы Юпитера Но ее орбита лежит на расстоянии более близком к звезде, чем наш Меркурий к Солнцу Большинство планет, найденных этим методом, — газовые гиганты Так называемые «горячие Юпитеры», которые крутятся близко к своим родительским звездам 51 Пегаса — карлик типа G, как наше Солнце Он ярче и массивнее, чем 85% всех прочих звезд в галактике Но всего около 500 аналогичных из них располагаются в сотне световых лет от Земли Ученые применили метод поиска по колебаниям к более богатому семейству, звездам класса М Одна из них в 20 световых годах от Земли Слишком тускла, чтобы видеть ее невооруженным взглядом Глизе 581 в южном созвездии Весов — это красный карлик С массой в 31% от Солнечной Но лишь с 1,3% его яркости Используя метод поиска по колебаниям, швейцарская команда обнаружила целую Солнечную систему С не менее чем шести каменными планетами массой от 2 до 18 раз больше Земли Наиболее привлекательна планета G, чье существование до сих пор не подтверждено Она находится в пределах зоны обитаемости Но такая звезда дает так мало энергии, что планете нужно иметь близкую орбиту Просто для того, чтобы получать достаточно тепла для поддержки климата Это подвергает ее воздействию солнечных вспышек, обычных для маленьких звезд Кроме того, близкая орбита усиливает склонность гравитации звезды к остановке любого вращательного движения Это затрудняет круговорот тепла и влаги и формирование климата, пригодного для жизни Если охотники за планетами, работающие в наземных обсерваториях, что-нибудь нам рассказывали, так это то, что планеты и Солнечные системы крайне отличаются Для поиска планет, подобных Земле, требуются более крупные образцы Представляем космический телескоп Кепплер, запущенный в 2009 году Около четырех лет астрономы наводили его точные приборы на крохотный клочок неба Со 150 тысячами звезд на расстоянии до 3000 световых лет от Земли Кепплер использовал так называемый метод прохождения Чтобы записывать едва уловимые, падение яркости звезды, вызванные прохождением планет перед ней Анализируя яркость света при его снижении, ученые могут оценить массу планеты Радиус и расстояние до родительской звезды Объединив наблюдения Кепплера с наземными, ученые получили 3841 планетарных кандидатов 1075 были подвержены дальнейшим исследованиям телескопом или компьютером Подавляющее большинство кандидатов вращаются в горячей зоне своих звезд И большая часть имеет массу, эквивалентную массе Нептуна или Юпитера Есть небольшая группа планет в теплой или обитаемой зоне Они тоже в основном крупные газовые планеты Хотя около дюжины имеют массу меньше Нептуна, но больше Земли Наибольшие из этого диапазона мини-Нептуны или газовые карлики Наименьшие каменные миры, называемые суперземлями Насколько они похожи на Землю? Считается, что большинство суперземель имеют плотную, негостеприимную атмосферу Это из-за того, что их сильное притяжение смогло удержать запасы газа Собранные в ранние дни формирования Солнечной системы Если немного меньшая планета может избежать этой судьбы, ее может постигнуть другая Рассмотрим звезду Кеплер-62, относительно Солнцеподобную С массой 69% массы Солнца Две из ее известных пяти планет, вероятно, твердые, как Земля Но с большим количеством воды на поверхности 62F на внешнем краю зоны обитаемости вполне может быть замерзшей 62E ближе к центру, скорее всего, затоплена Предполагается, что плотность и внутреннее тепло планеты такого размера Не дает воде с поверхности перемещаться вниз, вглубь Мантии При минимальной площади суши Супер-Земля не может обеспечить углеродный цикл Необходимый для регуляции климата Но, возможно, еще слишком рано сбрасывать эти миры со счетов Нынешние исследования показали, что вес их океанов может быть достаточным Чтобы большие объемы воды погрузились в Мантию И они могли бы способствовать вулканизму и тектонике Эти геологические процессы могут создать массивы суши Делая возможным углеродный цикл До сих пор мы не увидели того, что ищем Земли 2.0 Вышедший из строя гироскоп на Кеплере положил конец его наблюдениям После четырех плодотворных лет в космосе Но полученные им данные остаются золотоносной жилой Которую ученые продолжают разрабатывать Основываясь на статистическом анализе всех наблюдений Кеплера Новые исследования сообщают, что одна из пяти солнцеподобных звезд Имеет планеты размером с Землю С температурами на поверхности, пригодными для жизни Если около 20% звезд в галактике подобны Солнцу Это значит, что есть несколько десятков миллиардов потенциально обитаемых планет подобных Земле И вполне может существовать целый ряд иных обитаемых миров, которые мы не учли В 620 световых годах от нас в созвездии Лебедь Есть звезда, которая немного холоднее и меньше, чем наше Солнце У звезды Кеплер-22 есть планета прямо в зоне обитаемости Но она примерно в 6 раз массивнее Земли И, вероятно, окутана плотной атмосферой Она так велика, что смогла притянуть на орбиту другую планету Достаточно крупную для того, чтобы иметь атмосферу и жидкую воду на своей поверхности Если какая-то из подтвержденных экзопланет имеет Луну Это оставит легкий, но отчетливый отпечаток на свете звезды Кеплер вступил в строй в новую эпоху сбора массовых данных и суперкомпьютерного анализа Это также определит будущее миссии по поиску планет Запуск спутника для съемки проходящих планет ТЭС, например, запланирован на 2017 год Он сосредоточится примерно на полумиллионе ярких солнцеподобных звезд Классов G и К Ищет снижение яркости их света, выдающие экзопланеты во время их прохождения Космический телескоп имени Джеймса Уэбба, активно проектируемый с 1996 года Сейчас планируется запустить в 2018 году Астрономы надеются использовать его для того, чтобы всмотреться в планетарные атмосферы Чтобы найти углекислый газ, кислород, метан и другие признаки климата или даже жизни Оптимизм относительно того, что мы найдем миры, похожие на наш Приводит в движение эти усилия, которые становятся все более сложными Он сдерживается тем, что мы все узнали о нашей Солнечной системе и собственной планете Что существует так много факторов, которые могут пустить эволюцию планеты под откос В будущем, если наша жажда к исследованиям станет невыносимой Или что-то пойдет не так на этой планете Где-то там обязательно должна существовать какая-то галактическая недвижимость Мы должны будем построить передовой транспорт, чтобы добраться туда На 20, 100, 1000 световых лет от Земли Мы можем обнаружить, что не совсем приспособлены к ее гравитации Ее сочетанию суши и воды К ее атмосфере Нам может не понравиться ее климат Вопрос Будет ли она достойна путешествия? Фильм озвучил Лорд 32Х 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 Фильм озвучил Лорд 32Х